Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава второй книги Ездры, не канонической книги, но присутствующей Библией, я читаю, синодальный перевод для библейского портала «Экзегет». Ну вот, речь идет о Вавилонском плене, о том, как израильтяне попали в него, первая глава, о том, как при уже персидских царях, при царе Кире было дано разрешение строить храм и город возвращаться обратно, а при царе Артаксерксе оно было отозвано, и пришлось ждать следующего царя, о том, что было при нем, рассказывает третья глава и четвертая вместе с ней. Интересно, что эти главы оригинальные, то есть во всех остальных главах второй книги Ездры у нас идет пересказ того, что уже сказано в первой Ездры, в книге Неемия, в книгах Паралипоменон или Хроник, а здесь оригинальное повествование, причем довольно любопытное. Итак, новый царь на престоле, нужно каким-то образом убедить его, чтобы он разрешил строить храм, как его предшественник Кир. Как это сделать? Выбрать подходящий момент, а какой подходящий момент, где цари персидские, вообще восточные цари решают все свои дела? На Перу, и сделал царь Дарий большой пир своим подданным и домашним своим, и всем вельможам Мидии, Персии, и всем сатрапам, это губернаторы. Да, так они себя вели, что слово сатрап стало налицательным. И всем сатрапам, и военачальникам, и начальникам подвластных ему стран от Индии до Эфиопии в 127 сатрапиях, ну, губерниях, по-нашему говоря. Ели и пили, насытывшись, разошлись, царь Джадарий отправился в спальню свою и спал, и потом пробудился. Нормальное занятие царя, да, когда война, он на войне, а в остальное время он пирует, причем так роскошно. Между тем, трое юноши и телохранители, охранявших тело царя, сказали друг другу, пусть каждый из нас скажет одно слово о том, что всего сильнее. И чье слово окажется разумнее другого, даст тому царь Дарий великие дары и великую награду. Ну, понятно, им делать нечего, скучно, царь там пьяный лежит, отсыпается. Ну, а у них только вот словесные игры, возможно, да, там в города люди играют в такой ситуации, в еще какие-то разные веселые игры. Они вот решили устроить диспут, что всего сильнее на свете. И причем они уверены, что царь Дарий наградит, да, он пробудится ото сна своего похмельного и прям сразу всех награждать начнет. Ну, а царей этого и ожидают. И будет тот одеваться багреницу и пить из золотых сосудов, и спать на золоте, и ездить на колеснице с конями в золотых уздах, носить на голове повязку из весон и ожерелье на шее. И сидит он вторым по Дарии за мудрость своей, и будет называться родственником Дария. Это уж они за него прямо очень щедро обещают. Ну, размечтались юноши, такие юношеские мечты. И тотчас, написав каждое свое слово, запечатали и положили под изголовье царя Дария. И сказали, когда царь встанет, подадут ему это писание. За кем признает царь, трое вельмож его персидских, что слово его мудрее? Тому достанется преимущество, как написано. Один написал «Сильнее всего вино», другой написал «Сильнее царь». Ну, надо же царю польстить. А третий написал «Сильнее женщины, а над всем одерживает победу истина». Интересный такой ответ третьего юноши. Получается, истина как бы вне конкурсной программы. Женщина сильнее царя и вина, но истина вообще вне этого ряда. Ну, они должны будут мотивировать свои ответы. Послушаем, как. И вот, когда царь встал, подали ему это писание. Он прочитал такое утреннее чтение. Сегодня включают свои гаджеты, читают, что в соцсетях пишут, какие письма, какие новости. Ему тоже хочется поразвлечься. Тогда соцсетей не было, но пришлось их имитировать с помощью таких вот записочек. И послав, призвал всех вельмож Персии, Мидии, Сатрапов и военачальников, и начальников областей, и советников. И сел в совещательной палате, и прочитано было пред ними писание. Ну, прямо вот сколько лайков у кого, да, кто перепостит. И сказал, призовите этих юношей, пусть они объяснят слова свои. Были призваны и вошли, и сказал им, объясните нам написанное. И начал первый, сказавший о силе вина, и говорил так. Ну, вот уже нужно развернуть, да, был анонс, а теперь, собственно, его пост. И говорил так, о мужик, как сильно вино. Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его. Оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого, одним умом. И всякий ум превращает веселье и радость. Так что человек не помнит никакой печали, никакого долга. И все сердца делает оно богатыми, так что никто не думает ни о царе, ни о Сатрапе. И всякого заставляет оно говорить о своих талантах. И когда опьянеют, не помнят о приязнях друзьям и братьям. И скоро обнажают мечи. И когда истрезвятся от вина, не помнят, что делали. О, мужи, не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать? И сказав это, замолчал. Ну, вот такая пламенная речь против пьянства, да. То есть вино побеждает всех, уравнивает царя и сироту. То есть, скорее, низводит высоких, могущественных людей на уровень беспомощных. И в этом, надо сказать, довольно много логики. Пожалуй, первый юноша был не очень расчетлив, потому что царь как раз только что проснулся после хмельного своего пира. И, может, наоборот, кстати, он расчетлив и думает, вот царь мучается головной болью, и надо ему объяснить, что вообще это нормально, что ты такой сегодня несчастный. Тебя вино победило, да, это не твоя ответственность, это свойство вина. Но подождем, что скажут остальные, они это скажут в четвертой главе.